Арсен Глав представляет Дедом Раз И всем привет, ребята, с вами Арсен Глав И как вы поняли по названию Сегодня хотелось бы подвести итоги этого года И как вы поняли, это самое мое последнее видео в этом году И мы встретимся уже 1 января 2023 года Но еще хотелось бы сразу сделать небольшой спойлер То, что этот год вернул многие старые индии Сейчас вы поймете, почему Ну а мы погнали Да мне ничего было поставить на фон Я сначала хотел поставить геометр и дэш Потом понял, что это какое-то подполное говно Но еще для меня Поэтому я решил поставить Lions vs Zombies Ну, битву именно с зомбосом первой частью Да и плюс это ведь последний уровень первой части Поэтому, ну, по сути Гениальное завершение Ну, здесь вы поняли, о чем я говорю Ладно, давайте уже приступать к ролику Первая игра, о которой я хотел бы рассказать в этом новогоднем выпуске Это Cuphead Можно даже сказать, что это может быть полноценный год Cuphead Или мини-год Cuphead Проблема в том, что Во-первых, 18 февраля вышел наконец-таки первый Сезон И вообще и самый первый сериал по Cuphead Неизвестно вообще Будут еще и другие сериалы по Cuphead Вышел сначала 18 февраля первый сезон Потом 19 августа второй сезон 18 ноября Вышел финальный третий сезон Также 30 июня этого года Вышла наконец-то DLC Cuphead А именно Deletions Last Colors Ждали его 5 лет, неужели? И хоть дополнение было маленьким Несмотря на ютубе и как я играл Ну, я играла на УК То реально, мне игра на самом деле понравилась Да, маленькое дополнение Но за 5 лет сделать такое Это реально было тяжело Ну, в принципе, просто ведь рисовали на бумаге Все Все это дичь Ну, дополнение классное Ну, и игрек, конечно же, не вспомните Не знаю, можно вообще это отнести к году Cuphead Но лично я могу отнести А именно И игрек вспомнит другой мод По Friday Night Funkin' Вы уже все догадались какой Катраша 11 апреля А демо-версия 25 сентября Или октября, не помню Инди-кросс Там была неделя с Cuphead И там все перенесли Как было в оригинальной игре И за это авторам огромный респект Переходим к другой игре А следующую игру, которую я хотел бы разобрать И она снова вернулась в этом году А именно «Привет сосед» В этом году Весной В мае Вышла демо-версия Второй части И потом уже В декабре вышла полная версия И многим не понравилась эта игра Я хоть в нее не играл Ну, во-первых, графика Стала лучше Во-вторых Мне вот вопрос, конечно Что ты нахер заварена? Не, серьезно Это кто такой? Какого хрена нахрен Ну, дом соседа Понимаю Ну, есть другая ночь Которая порадовала больше Фанатов Хэллоуна Хэллоу Нейбор Два года назад Выходил Пилотный эпизод Сериала Пре-сосед Велком Велком В Брукс Или как там Рано говорится Так вот 11 декабря Вышел официальный первый эпизод Потом недавно вышел второй эпизод И осталось еще 16 серий До финала первого сезона И многим понравился Это сериал Как и мне А теперь переходим К другой игре Ну, конечно По ней не вышла новая игра Но по ней новость Ну, по ней новость Тоже нужно сказать Следующую франшизу Которую хотел бы обсудить Это Five Nights at Freddy's Да Год назад Выходила игра По названию ФНАФ Секюрити Бридж Не, блин Бэч Бэч Ну, я, конечно Жаль, что не вышла новая игра По ФНАФу Хотя уже вышел официальный трейлер Десятого ФНАФа Куда это мне останется Но Но Два года назад Или несколько Годов назад Ну, или лет назад В общем Анонсировали фильм по ФНАФу И уже в этом году Сказали, что Вот в следующем году В феврале Начнутся съемки И потом В апреле Знаешь, что он выйдет Ну, или весной Я уже не помню Даже предоставили Официальные фотографии Несколько лет назад Скотт Коутон У себя Не помню уже где Опубликовал вот эту картинку Начало съемок Фильм по ФНАФ И уже в этом году Показали вот эту вот фотку Где показано Как делают Аниматроников И уже делают Ну, главный Таганиста А именно Самого Фредди Когда выйдет фильм Неизвестно Но трейлер Наверное, уже выйдет В следующем году Будем ждать А теперь переходим К другую игре Которая вообще В ноябре Просто взорвался мозг Потому что Эта игра очень долгая И графика там красивая Наверное, вы уже поняли Про какую игру Я имею в виду Следующая игра Которую хотел бы обсудить И которая Говорила, что у нее Хороша графика А именно Bendy and the Ink Machine Но только в этом году Вышла другая игра Bendy and the Dark Revival Мы ждали Блин, продолжение Этой вселенной Четыре года Хоть сам автор заявил Что Если он будет Делать продолжение То он не будет Как-то связан С другими Вообще, кстати В этой игре Более запутанный сюжет Чем в The Ink Machine Но все же Реально Графика тут Наверное, одна из самых красивых Которых я видел Только в играх Может быть, конечно Есть красивые Но я видел только Бенди and the Dark Revival Конечно Скилл у автора Прокачался Ну, я больше ничего Не могу сказать О Бенди and the Dark Revival У серебра по нему Не выходит Ни фильма Ничего Надеюсь, в следующем году Выпустите, например Ремейк старых мультфильмов По Бенди Надеюсь, в новой ноге Даже натыкались Я хотела бы сейчас Обсудить Другой Другой групп По которой В фильм уже В апреле Ну, если вообще Будет в апреле Перед этим Я хочу еще Кошу сказать Про Бенди По Бенди Вышел не только Бенди and the Dark Revival Ну и Мой Мною Раньше Упоминающийся Ну, очень недавно В этой ролике Мод по Фрайден Фанкин Инти Кросс Там тоже была Неделя с Бенди И там также все перенесли И этих, блин, чернильных гадов Там Банда мясников И само Бенди Прокачали там Ну, в общем Там он эпичный Ну, а теперь Как я и говорил Поговорим сейчас Об игре Который Ну, об игре Который фильм Ее уже Выйдет В следующем году А говорю сейчас Про Марио Как вы уже Надеюсь, все знаете В следующем году Выходит фильм Про Марио По сути Там Ну, дубляж По сути Не всем сначала понравился Когда его только Первый раз Публиковали Ну, в принципе На самом деле Наплевать Судя по трейлеру Все будет там нормально Доки Конга Там Добавили снова В общем, все нормально А вот теперь Сейчас хочется Хочется О Кочин Другом поговорить В начале этого года Об этом Охренеть Как много говорили А именно Про Соника Можно сказать Что это даже Год Соника То есть Во-первых В этом году Вышел Соник В кино 2 Потом Недавно Вышел Соник Прайм Соник Фронтирс В общем Охренеть Какой-то был год Для Соника А именно Ну, когда это все вышло 15 декабря Соник Прайм 31 марта Соник В кино 2 Только вы отменили В России Из-за войны Украины И вот потом Фронтирс Вышел 9 или 8 ноября Я уже не помню Вообще Это, можно сказать Один из самых Насыщенных Год Ну Да Годово Для Соника Может быть В будущем Будет еще Более насыщенный Я не знаю Надеюсь Так и будет А дальше Дальше будут Другие Франшизы Которые Более популярные Но все же Они имеют Имеют Смысл Находиться В этом ролике Ведь По ним тоже Много чего Вышло В этом году Во первых Растение Против Зомби В этом году Вышла Третья часть Все Подумают Что это Полное Говно Я не знаю Я сам В нее Не играл Я не знаю Почему Ее Ненавидят На хз Думайте Сами Дальше Следующая Игра Которые Вообще Никак По сути Ничего Нового Не вышло В этом году Но На помощь Также прошел Инди Кросс Сейчас Я имею ввиду Андертел В моде Инди Кросс Можно было Сразиться С Сансом И реально Это было По-настоящему Классно И прикольно Надеюсь В следующем году Автор По Андертел Хотя бы Что-нибудь Также Новый Выпустит По типу Как было С Инди Кросс Ну Что-нибудь Новое Добавить В эту Вселенную А может Быть Уже Все Вселенная Ну Закончу Вселенную Андертел Я Сам Хз Не знал Болеть Фанфики По Андертел Адисан Супите Что Это Полный Пиздец Ну Что Дальше Последняя Игра В этом ролике И она Уже Вышла Не помню В октябре Или сентябре И вот Эта игра Также Выходила В 2018 Году Последняя Игра Из сегодняшнего Списка Я имею ввиду Baldi's Basics And Education And Learning Или Которая Вышла В этом Году Игра По Балде Также Оригинальная От Мисс Мэна 12 Она Называется Baldi's Basics Classic Remastered Реально Игра По-настоящему Прокачалась Я вот На самом деле Доволен Автором Мне вот На самом деле Понравилась Игра То есть Там надо Пройти Три Стайла Потом Ну Стайл В общем Там На самом деле Все Эпично А вот Также Саундтреки Стали Более Эпичные В основном Всем Понравилась Музыка И мне понравился Саундтрек Schoolhouse Trouble Не Серьезно Сами Просто Послушайте Он 100% Зайдет Потому что Это Самый Лучший Саундтрек За всю Рыбалги Редактор субтитров Ну Что ж Ребят Это Все Что Я Хотел Рассказать В этом Новогоднем Финальном Ролике Этого Года В этом Ролике Я Вам Надеюсь Помог Вспомнить Всякие Старые Игры Которые В 18 На 17 Году Понятно Он Даже Начал Делать Мультсериалы Надеюсь В следующем Году Будет Еще Так Ж Много Игр И Понятно Также Начали Делать Мультсериалы И По Нем Будут Также Клевые Продолжение Что ж Ребят Это Все Что Хотел Рассказать В Делать Делать Мультсериалы Мультсериалы Продолжение следует...